Здравствуйте! На Руси всегда визитной карточкой хорошего мастера был его дом. Наличники и резьба лучше доказательства профпригодности. Сегодня приглашаем вас в путешествие по краю, которое с давних времен славится своими плотниками. Это Чухлама. По интересным местам и старым деревням мы проедем на первом кроссовере в истории марки Jaguar, Jaguar F-Pace. Ну что ж, поехали! Jaguar F-Pace построена на новой алюминиевой платформе, снаряженная масса автомобиля 1884 килограмма. Наша S-версия, оснащенная трехлитровым дизельным турбомотором 300 лошадиных сил и 9-ступенчатым автоматом, набирает сотню за 6,2 секунды. При этом дорожный просвет кроссовера 213 миллиметров, а система полного привода дополнена электроникой, включающей фирменный внедорожный круиз-контроль. В общем, F-Pace самый настоящий турер, быстрый и комфортный. При этом он способен заехать гораздо дальше, чем легковые туристы. И это качество нам сегодня очень пригодится, ведь мы едем в легендарные Чухламские леса. Край жил и богател в основном за счет леса. Земля не очень плодородная, скотину держать тоже невыгодно, опять же холодно, а вот северный лес ценился и в то время и сейчас. Зимой лес валили, затем на месте рубили срубы, все лето дерево сохло, а уже последующей зиме ссанным путем срубы везли в Москву или Питер. Туда же тянулись артели мужиков собирать и строить. Удивительно, но за сто с лишним лет технология, да и принцип работ почти не изменились. Здесь есть еще одна вещь, которая сохранилась с царских времен. Это дороги. Мне кажется, их не ремонтировали здесь лет сто. И несмотря на то, что здесь яма на яме, ухаб на ухабе, и варев пейс на низкопрофильных колесах, на 20-х дисках идет очень мягко. Но посмотрите, пробоев нет вообще и при этом машина сохраняет сносную управляемость. Когда начинаются чуть более ровные участки, без ям можно ускориться до 90 км в час. И в этом смысле автомобиль ощущается как настоящий спорткар, как раллийная машина. Он очень хорошо держит дорогу. Но не стоит забывать еще про подхват с низов, когда вы можете ускориться в любой момент. Здесь в округе когда-то было огромное количество теремов. Есть даже одна деревенька, которая когда-то называлась Боярина, где есть в кавычках улица миллионщиков. Где стояло огромное количество больших дорогих деревянных домов, построенных как раз зажиточными крестьянами. К сожалению, сейчас сохранилось всего пару домов, и смотреть там особо не на чего. Но есть еще два терема, которые сохранились в отличном состоянии. Один сейчас проходит реставрацию. Именно туда, в Асташово, мы сейчас и направляемся. Вот он, лесной терем Асташова. Тот самый, который в 1897 году начал строить крестьянин Марсиан Сазонов. Как вы понимаете, к тому времени он уже изрядно разбогател, жил в городе. А этот шикарный дом, наверное, даже дворец, он построил в родной деревне в качестве летней дачи для себя и молодой жены. Кстати, терем полностью отреставрирован. Для этого его специально разбирали, отвозили в Вологду. Сегодня терем открыт для всех желающих. И здесь не просто музей, но еще и комфортная гостиница, в которой мы, собственно, и остановимся. Терем уже сейчас принимает гостей и даже постояльцев, хотя реставрация тут идет полным ходом. Это дело кропотливой, нетерпящей спешки. Но уже сейчас можно увидеть, как выглядела парадная лестница, терраса и комната в доме зажиточного крестьянина конца 19 века. Внутри и снаружи в глаза бросается неоднородность окраски элементов отделки и интерьера. Какие-то фрагменты свежекрашенные, какие-то, наоборот, старые, выгоревшие. Эта пестрота – наглядный показатель работы реставратора. Все, что можно было, сохранили, и лишь утраченные фрагменты были восстановлены. Оставлены наиболее яркие фрагменты окраса, сохранившихся с тех времен, а другие старые тоже детали терема, они вновь покрашены свежей краской. Ну, это, опять же, требование реставрации, показать, что это здание не новодел, и это не прихоть нового владельца данного терема. А это действительно было так в те давние далекие времена. Третий этаж терема – это большой просторный чердак. Скорее всего, сам хозяин Мартиан Сазонов и никогда не пользовался. Но сейчас здесь решено сделать музей советской эпохи. Ведь в тереме в эти годы чего только не было – и сельсовет, и медпункт, и даже клуб. Поэтому все вещи, которые здесь представлены, посвящены именно этому времени. Экспонаты музея, книги, фотографии, плакаты, прялки, сундуки собраны по соседним деревням. Узнав, что Досташово теперь музей, многие с радостью приносят ненужные, но дорогие, как память, вещи. А еще здесь можно услышать голоса людей, живших когда-то в ныне несуществующей деревне. Как мог простой крестьянин построить такой дворец? Но ответ на этот вопрос все-таки есть. Скорее всего, Мартиан Сазонов увидел рисунки известного архитектора Ивана Рапета, творившего в русском стиле. Того самого, который строил павильоны Российской империи для всемирных выставок. Возможно, Сазонов был подрядчиком Рапета, почему бы и нет. В пользу того, что все-таки крестьянин сам строил этот дом, говорят еще несколько фактов. Очевидно, дом несколько раз перестраивался во время строительства и дорабатывался по ходу. Вряд ли это было бы сделано, если бы все строилось по четкому проекту. И есть еще один нюанс. В плане этого огромного по масштабам дома нет ни одной уборной. Все удобства по-крестьянски были на улице. Хотя в домах господ того времени, конечно же, туалеты уже были. Если сравнивать альбом, где находятся чертежи архитектора, то верхняя часть башенка-балкона, она 100% совпадает с проектом Рапета. Ну, а уже вторая часть есть небольшие расхождения. Но все-таки Мартьян был плотник, имел свою артель в Санкт-Петербурге. Мог же мастер нести свои элементы и свою фантазию в постройке этого терема. Есть в Чухламских лесах еще один сохранившийся терем. Почти ровесник Асташовского. Вот туда мы и решили отправиться. Нам сказали, что тут недалеко, всего 3-4 километра. Но на деле оказалось, что заблудиться можно и в Трехсоснах. Мы не специально сейчас заехали на эту лесовозную дорогу. Просто искали одну очень интересную старую деревню. Я надеюсь, все-таки мы ее найдем. Но тем не менее, 213 миллиметров дорожного просвета F-Pace просто не позволяют нам остановиться. Мы видим, что машина едет дальше. Удивительно, но какой тут? Ведь ближайший родственник этого автомобиля – легендарные внедорожники Land Rover, которые могут проехать где угодно. Правда, платой за наш упорство уже стал потерянный передний номер. Внедорожные приключения заняли полдня. Мы решили вернуться в Асташово за проводником. И им вызвался быть реставратор Василий. Как в чеховских пьесах, ружье, висящее на стене, обязательно стреляет. Фирменный ягуаровский багажник на крыше F-Pace должен был сыграть. Мы продолжаем путь с каяком на крыше. План простой – доехать до реки Виги и сплавиться несколько километров вниз, так как обычной дороги в Погорелово уже давно не существует. Сплав по Виге занимает меньше часа и не обходится без происшествий. Я плачу, мальчик. Плыть по течению – это просто кайф. Но управлять кануэ гораздо сложнее, чем ягуаром, потому что никаких систем стабилизации тут нет. Только весла. Вот он дух приключений. Сначала немного оффроуда, теперь сплав, ну а дальше километр пешком, и мы на месте. Добро пожаловать в Погореловский терем. В отличие от Асташовского, терем в Погорелово никто никуда не перевозил и не реставрировал. И дом дошел до наших дней в том самом виде, в котором был создан в 1903 году. Во многом благодаря стараниям хозяина, художника Анатолия Ивановича Жигалова, который вместе с супругой Натальей Балаковой придумал собственное направление тот арт. Впрочем, обо всем этом он вам расскажет сейчас сам. Был у меня такой проект, один из первых моих проектов, еще не реализованных в будущем нашей деятельности. Это перемещаться от Кёнигсберга до Владивостока, покупая каждый сезон по избе. Только медленно верно, насколько... Ну, как наш проект тот арт, это проект длиной жизни. А может быть и не одно даже. Вот, словом, мой приятель в его группе, в мои, был мальчик, у которого вот в соседней деревне дядя. И этот парнишка пригласил его в Красную Ниву. Говорят, что там вот дома красивые, дом продается. Я чуть ли не на следующий день снялся и поехал. Но сошлось все, что первый гонорар у меня, переводами я тогда жил, первый гонорар за книгу был, ну, прям копейка в копейку с этой ценой, назначенной сельсоветом. Ну, словом, я приехал сюда и понял, что я отсюда не уеду. Очень испугалась местная власть, потому что имелось в виду, что никто никогда вообще-то не купит этот дом, потому что крестьянин, он не подходит. Здесь уже нет ни хозяй, да и протопить такой дом. А люди из элиты, там, партийные, властные, не решились бы, потому что дом с аурой раскулаченного. Построил терем также разбогатевший в отходничестве крестьянин Иван Иванович Поляшов. В отличие от Асташовского, этот терем был жилой. Здесь все рассчитано не на отдых, а на постоянное проживание. Например, было даже хранилище для сена и ряд хозяйственных построек, которые до наших дней не дошли. Судьба самого Поляшова печальна. Он построил здесь школу, церковь, лесопилку, маслобойню, но после революции свои же мужики его раскулачили. Доживал он свои годы в своем же тереме, но не как хозяин, а как приживальщик в маленькой подсобке. С 1972 года Анатолий Жигалов по полгода живет и творит в Погореловском тереме. Дом великолепно сохранился как внутри, так и снаружи, но содержать его в порядке – огромный труд. Чего только стоит протопить хотя бы три из шести огромных печей. В гости к нему заезжают джиперы, закинут продуктов, бензина для генератора. Бывают друзья-реставраторы из Асташовского терема. Приезжают посмотреть на оригиналы росписи и отделку. Ну и, конечно же, приезжают навестить друзья-художники. В 1980 году здесь, в Погорелово, прошел один из первых в Советском Союзе фестивалей перформанса. Каждый год чухоловским теремам приезжает все больше и больше людей, которые с удивлением рассматривают эти сказочные строения в глухих лесах и узнают о богатой истории этих мест. Только представьте, оказывается, деревней Погорелово когда-то владел главной сокольничьей царя Алексея Михайловича, а затем прадед философа и революционера Герцена. И вот таких следов давних историй в этих лесах огромное множество. Кому-то может показаться, что нам не очень повезло с погодой. На самом деле, я уверен, что полностью ощутить трагедию этого места можно именно под такими тяжелыми небесами. Как могло случиться, что такой край родина талантливых плотников и поэтов сейчас прозябает в пустоте? Да-да, именно поэтов. Ведь именно в Чухломе в свое время получил надел предок великого русского поэта Михаила Лермонтова Йорк Лермонт. И здесь находилась их семейная усадьба. Ну а в этой церкви похоронены последние отпрыски славного рода. В конце программы невольно хочется вспомнить строки Александра Блока. Опять в как годы золотые, три стертых треплются шли и вязнут спицы расписные в расхлябанной клеи. Это про 20-е диски нашего Ягуара в Пейс. На самом деле, Фроду было чуть больше, чем мы предполагали, но он справился молодцом. Остается добавить, что с вами была программа Чухлома своими глазами. Путешествуйте с нами, путешествуйте сами. Всего вам самого доброго. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok